ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Металлическая емкость с битвом загорелась на территории Саранского ДСК. Кроме того, пожарные четырежды тушили сухую траву и пять раз несанкционированные свалки. Напомню, в республике введен особый противопожарный режим. Это значит, что разведение костров и сжигание мусора запрещено. Но, судя по всему, не для каждого это аргумент. Как показывает практика, то есть поля горят от того, что люди, движущиеся в машинах, элементарно выбрасывают окурки в окно. Производится воспламенение придорожных угодий, которые в настоящее время погодные условия у нас заслушливы, в связи с чем происходит возгорание. Значит, кроме того, участковыми с целью предупреждения, опять же, этих лесных и полевых, в том числе, пожаров, которые расположены рядом с населенными пунктами, проводится большой комплекс мероприятий с директорами сельхозпредприятий, которые, как показывала практика, значит, в прошлых лет умышленно сжигали сено, то есть поджигали на полях сено, чтобы солома сгорала, и тем самым очищали поля. Мужчина поджигал сухую траву и мусор на поле. Комментировал свои действия следующим образом. А для чего вы траву поджигаете? Чищаем поле. За нарушение правил пожарной безопасности полагается крупный штраф, даже если все ограничится сгоревшей травой или мусором. Если огонь перекинется на здание или технику, придется к тому же возмещать ущерб. Поэтому будьте осторожны. Аварий на дорогах республики меньше не становится. Только за 29 апреля в пяти ДТП пострадало восемь человек. Один скончался. В Инсаре 64-летний водитель Камаза не уступил дорогу и врезался в Ладу Приору. Пострадала 62-летняя пассажирка легковушки. Также сильно торопился и наплевал на правила и водитель 14-й в Саранске. На пересечении неравнозначных дорог авто влетело в двенашку, которая ехала по главной дороге. 20-летней женщине-водителю ВАЗа понадобилась помощь медиков. В 12-30 дня водитель ГАЗа не успел затормозить и врезался в семерку, стоящую впереди. Помощь медиков понадобилась 54-летней пассажирке легковушки. В три часа дня на трассе в Ковылкинском районе 47-летний водитель Опель хотел повернуть направо. А ехавшись сзади Рено как раз шел на обгон. Машины задели друг друга по касательной, и французское авто улетело в кювет. Две его пассажирки с различными травмами угодили в больницу. В Отяшевском районе пьяная езда закончилась гибелью человека. Нетрезвый 29-летний водитель 14-й превысил скорость, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Двое его пассажиров в итоге оказались в больнице. Третий, мужчина 25 лет, от полученных травм, скончался до приезда медиков. За вымогательство 41-летний житель Лемберского района предстанет перед судом. Он обвиняется по двум эпизодам преступлений. Установлено, что с июня 2004 по апрель 2007 года участниками организованной группы преступного сообщества «Химаш», в которую входил обвиняемый совершен ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Так, в июне 2004 года в селе Атимар Лемберского района под угрозой применения физического насилия и с его применением, а также уничтожения и повреждения имущества, участники организованной группы незаконно потребовали от местного жителя передачи им автомобиля и жилого дома, общая стоимость которых составила 1 миллион 750 тысяч рублей. Кроме того, во второй половине апреля 2007 года обвиняемые и другие участники организованной группы с целью систематического получения незаконного дохода, угрожая применением физического насилия, уничтожения и повреждения имущества, незаконно потребовали от индивидуального предпринимателя денежные средства в сумме 30 тысяч рублей, с последующей передачей по 5 тысяч рублей ежемесячно за возможность беспрепятственного осуществления им своей предпринимательской деятельности в городе Сарамске. В апреле 2009 года после задержания всех лидеров группировки мужчина скрылся. Спустя полгода его объявили в розыск, но найти не могли целых 9 лет. Фигуранта дела совсем недавно задержали в Сочи, после чего доставили в Мордовию. В целях конспирации мужчина постоянно менял место жительства. Выяснилось, что длительное время разыскиваемый проживал на территории Краснодарского края. За это время он создал семью и у него родился ребенок. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За изготовление самодельного ружья 47-летний житель Ичалковского района ответил перед судом. В августе 2018 года незаконно изготовил из фрагментов строительных материалов пистолет, который хранил у себя дома до февраля 2019 года. Согласно заключению эксперта, данный самодельный пистолет является пригодным для стрельбы самодельными пулями калибра 5,6 мм. На основании представленных прокуратурой Ичалковского района доказательств, данный житель села признан судом виновным в совершении инкриминированных ему преступлений и осужден к наказанию в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год шесть месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил. 39-летнюю жительницу Саранска будут судить по обвинению в убийстве сожителя. Смертельная ссора произошла в конце октября 2018 года. 33-летнего мужчину с колотрезанными ранами обнаружили в квартире по улице Косарева. Под подозрение попала его дама Сердца. Ранее она уже была судима. По предварительным данным, в день совершения преступления в гостях у потерпевшего, помимо сожительницы, находились еще двое знакомых. Во время застолья между хозяином квартиры и его приятельницей произошел конфликт, в результате которого мужчина ударил ее табуретом. В ответ на это обвиняемая схватила со стола нож и нанесла обидчику несколько ударов, в том числе по голове и в область сердца, от которых тот скончался на месте. После совершенного деяния все трое покинули квартиру. Обвиняемая полностью признала свою вину. Предполагаемое орудие преступления изъято. Гражданке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В нескольких инцидентах пришлось разбираться с сотрудником Росгвардии. В селе Ичалке угонщика поймали в рекордно короткий срок. Хозяин авто припарковался у продуктового магазина и отправился по делам. Вернувшись, машину он не обнаружил. Экипаж неведомственной охраны совместно с ДПС через полчаса обнаружил и Ниву, и 25-летнего парня за ее рулем. Теперь с ним будут разбираться сотрудники полиции. В Саранске Росгвардийцев вызывали в кафе. 29-летний дебошир вел себя агрессивно, бил посуду и даже сломал перегородку. Его также передали полицейским. Чистые стекла – залог безопасной езды. Саранским водителям об этом напомнили госавтоинспекторы. Речь идет не о пыли и грязи. Ветровое и передние боковые стекла автомобиля не должны быть чересчур тонированы. Это может привести к авариям. По нормативам их светопропускаемость должна быть не менее 70%. Забывчивых автолюбителей оказалось не так уж и мало. Всего за день снять тонировку пришлось двум десяткам нарушителей. Расслабляться и водителям, и полицейским рано. 1 и 2 мая сотрудники госавтоинспекции будут проверять водителей на трезвость. По статистике, пьяные ДТП случаются нередко и приводят к трагическим последствиям. Экипажи ДПС будут дежурить во всех районах Мордовии. 3 и 4 мая люди в форме проверят скоростной режим и соблюдение правил дорожного движения. Осужденные мордовских колоний отметили Пасху. В исправительной колонии номер 14 показали театральную постановку «Христос воскресе». В ней рассказывалось о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа и величайшем чуде на земле – воскресении Христовом. А в ИК номер 2 осужденные изготовили пасхальную композицию на библейский сюжет. В храме прошло праздничное богослужение с освящением яиц и куличей, приготовленных осужденными. В исправительной колонии 13 столовой также осветили пасхальную снедь, после чего прошел крестный ход по территории учреждения. В ИК-17 и СИЗО-1 также проведены пасхальные богослужения. В межрегиональном учебном центре управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мордовии прошел выпуск слушателей, повысивших свою квалификацию. Обучение проходили 24 сотрудника отделов специального назначения из 24 регионов нашей страны. Начальник учебного центра Игорь Давыдов пожелал сотрудникам эффективной работы, уверенности в достижении намеченных целей и новых успехов в службе на благо России. Полиция Мордовии разыскивает двух молодых людей, подозреваемых в повреждении остановки общественного транспорта. 26 апреля в половине пятого утра мужчины повредили павильон на остановке Огарева в Саранске. Вот их приметы. Первому на вид 20-25 лет, рост 175-180 см, худощавый, волосы короткие и темные. Был одет в серую толстовку с капюшоном, черную куртку, бордово-красные джинсы, белые кроссовки. Второму на вид 20-25 лет, рост 168-173 см, плотного телосложения, темные волосы. Был одет в черную футболку с золотистым логотипом на груди, синюю джинсовку, черные джинсы с прорезями на коленях, белые кроссовки. На нем были очки в черной оправе и черная кепка. Если вы узнаете этих молодых людей, сообщите по телефону. 8-999-778-09-83 или 02. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова